Взглянем поближе на элементы Applied. Первый элемент – видеопрезентация проекта миллионам людей одновременно на разных языках. Благодаря этому качество передаваемой информации сохраняется. Теперь у вас есть возможность продвигать проект Skyway на тех языках, которых вы не знаете. Не выходя при этом из них. Второй элемент – интерактивная среда часто задаваемых вопросов под названием «Центр ответов». Для более удобного использования вопросы, касающиеся проекта Skyway, разделены на группы. Ответы на вопросы доступны как в письменном виде, так и в видеоформате. Возле каждого ответа находится модуль обратной связи на случай, если ответ не был достаточно понятен или у вас появился вопрос, которого нет в списке. Информация, предоставленная в «Центре ответов», всегда точна, так как своевременно обновляются. Третьим элементом и незаменимым. Ролики вообще сейчас отсюда. Раз и два и три. Все ролики убраны. Слышно хорошо, но включен ролик нет. Это всем слышно хорошо или ролик включен? Почему-то я не вижу. Дайте обратную связь еще, пожалуйста. А, все ясно, спасибо. Все, 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 спасибо. Все окей. Что за вопрос был? Извините, я сейчас быстро... Есть вопрос, думаю, он интересен всем старым инвесторам. Сегодня, скорее, стоит в своей договоре вместе на понятие конвертируемого займа. При этом компания использовала купли-продажи. Так. И только использую формулируемого займа. Прокомментируйте, пожалуйста, одну минуту. Почему компания поменяла формулируемого, почему грозит старая формулируемая подавляемая? Понятно. Да, спасибо, Константин. Хорошо, значит, вы знаете, этот вопрос многие уже слышали. У меня у самого уже объяснение вспомина. Но, значит, надо объяснять, какой вопрос есть. Кто-то, может быть, мимо ушей пропустил. Всяко бывает в жизни. Поэтому объясняю. Дело в том, что начиная с конца 2015, вернее, с 2016 года, примерно к марту месяцу нам удалось утрясти. Это связано с тем, что вы спрашиваете, почему мы занимаемся и вообще-то договор конвертируемого займа или так называемого аккредитования с обеспечением. В принципе, это называется правильно так. Дело связано с тем, что большинство финансовых регуляторов, большинство стран, они все рассматривают иную деятельность, рассматривают как незаконную. Потому что в противном случае начинается продажа акций и так далее, и так далее. Хотя фактически она таковой не является. Понимаете? И тогда, как если только мы начинаем договор, они говорят, видите, у вас в договоре так сказано. И поэтому с юристами мы отработали вот новую форму. И она, в принципе, это объясняет. Поэтому во всех схемах я всегда говорю, что запомните. Очень важно, в особенности в Европе, где за нами следят. Да сейчас везде следят за нами. Где только бы мы не споткнулись. Потому что пытаются нам привязать лицензированную деятельность. И за счет этого как бы начинать потихонечку, или даже очень жестко, как это было в Бельгии, была попытка. Но благодаря тому, что у нас практически, или скажем так, юридически все окей, ничего не смогли сделать ни компании, ни тому человеку, который там как бы прокололся. Один из лидеров, одна из лидеров, она на семинарах объявляла, что вот, давайте покупайте, я, значит, призываю вас. И финансовый регулятор на нее очень сильно наехал. Ей грозило это 50 тысячами евро штрафа. Что она занимается лицензированной деятельностью, не имея на то лицензии. Как только мы объявляем и говорим, что продаются акции, это значит, что должна быть лицензия на торговлю ценными бумагами. И никого не интересует, есть ли эти ценные бумаги на рынке, на открытом рынке, в открытом доступе или нет. Они как бы трактуют то, что кто-то где-то объявил, вот, допустим, в онлайн или оффлайн где-то на семинаре. Ага, значит, открыто объявлен, значит, вы где-то торгуете. Хотя этих акций на бирже нет. Это внутреннее дело компании, и поэтому это надо соответствующе и подготовить. И поэтому было принято решение, юристы многие, значит, тут было порядка где-то пяти разных абсолютно независимых друг от друга юристов. И в конечном итоге с головной кампанией мы пришли к такому выводу, вот, начиная с 2016 года. И практически это нас от многих неприятно, от многих защитило, что связано с финансовыми регуляторами. Правда, не защитило от того, что финансовые регуляторы все равно бякают, ну, в кавычках, да. Они говорят в СМИ, там, разных других источниках, что вот, на рынке есть подозрительные операции и так далее, и так далее. Хотя это абсолютно не квалифицировано, но тем не менее они это делают на всякий случай. Они ничего, вот, единственное, что в Бельгии там несколько отличается финансовый регулятор. То есть это инспекция при федеральном, нет, при министерии, ну, она иначе там называют, при банке, по-моему, европейском банке. Они являются и надзорно расследовательской организацией, они имеют право расследовать. Вот они начали расследовать на примере этой женщины там, так, или инвестора нашего лидера. Вот, но тем не менее, слава богу, этот процесс нормально там закончился, им были даны квалифицированные разъяснения, они получили доступ во все наши официальные сайты. Они все просмотрели, сказали, да, вы практически, есть у вас нюансы, в Бельгии нельзя заниматься открытой MLM, то есть сетевом, или вернее, извиняюсь, заниматься можно, но нельзя пропагировать. И поэтому там, соответственно, значит, надо было перестроить логику проведения семинаров, открытых выступлений и так далее. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора, дорогие друзья. Посторонний оратор мешает. Кто это, посторонний оратор, друзья? Сейчас мы посмотрим. Так, канаваловая, хорошо, все лябин, все окей. Ну, а пока все окей. Так, то есть понятно, да? Я надеюсь, что я на ответил. Еще там был вопрос, значит, в самом начале. А, когда перейдут на 11 этап? Это канавалов Владимир Андреевич спрашивал. Отвечу тоже сразу, чтобы не забыть в конце. Я пообещал ему, что на вебинаре. В течение вебинара будет об этом разговор, друзья, посвенно. Вот, мы будем говорить о 10-11 этапе. Но самое главное, вот когда у меня спрашивают, и это практически, ну, скажем, я повторяю Анатолий Гарбыч. Когда ему задаешь вопрос, Анатолий Гарбыч, по секрету скажите, как вы планируете? Он говорит, Владимир, Владимир Маркович, посмотрите бизнес-план. Посмотрите, пожалуйста, в этом самом финансовом плане инвестирование в проект. Там все сказано. И вот мы с вами сегодня это посмотрим. Потому что критерием перехода является не чья-то воля или чья-то, ну, скажем, чье-то понимание. А давайте-ка перейдем. А вот уже надоело этот 10 этап, давайте еще снизим дисконты. Критерием является снижение дисконта, снижение рисков. А основой для снижения рисков, что является? Правильно. Основой для снижения рисков является то, насколько проект капитализируется. Мы начинали 2000, я не начинал, у меня не было в 2014 году. В конце только первый раз проинвестировал маленькую, небольшую сумму, просто как благотворительность. Вот. Но проект-то начинался. Ничего не было, кроме идеи, дорогие друзья. Риски были очень высокие. Будет, не будет, толпа какая-то собралась, каких-то этих самых, никто не знал, Юницкий там, за Юницким шлейф разных дел, как бы ему примазали и так далее, понимаете? То есть, как только его там не пытались везти, и пытаются еще, это, как говорится, тут только отвернись, как говорится, понимаете? Потому что, извините, идет мощнейший процесс, как бы перестройки. Те, кто не понимают, те интуитивно чувствуют, что дело пахнет для них паленым, если они являются консервативными людьми. Если они являются, ну, шестеренками в механизме поддержки старого, устоявшегося миропонимания и так далее, и так далее. Все системы от финансовой до, значит, до системы обучения, все системы мировые, системы находятся в глубоком кризисе. Я уже не говорю о банковской системе и так далее. От чего? От вредности, что ли, они к нам пристают? Нет, просто понимают, что новый механизм, народное финансирование проектов, такого понятия не было. Как? Какой? Раньше вообще, какой финансировать? Тут должны быть такие, значит, колоссальные, как бы, залоги и так далее. Да, об этом мы тоже сегодня будем говорить. Поэтому поймите правильно, дорогие друзья, что переход с этапа на этап, он зависит от объема выполненных инвестиций, которые записаны, как бы, в финансовом плане построения эко-технопарка и, ну, как бы, оживление технологии Skyway. Итак, дальше, о чем мы сегодня с вами поговорим, и эти темы тоже посленно или прямо будут затронуть, поэтому будьте внимательны, когда я говорю, стараюсь вам это все дело передать, а я буду специально обращать внимание, чтобы вы лучше поняли всю эту, значит, кашу. Тут был еще, ага, через капитал, знал бы, с этой замки, с этой замки, с этой замки, между фондами. Ну, ничего страшного, тут я смотрю, пишет, я дальше не дочитал, Андрей, что через капитал всегда можно инвестировать, ну, реально, хотя ничего страшного нет, и если у вас доведены все процессы в сведе до конца. Мое предупреждение, не надейте, что кто-то как-то вам когда-то что-то подарит, оформите все свои инвестиции, которые вы там сделали, неважно, под что вы их делали, оформите под то, что вам там обещают. Это самое главное, друзья. Что по дисконту, кто вошел в Сева, извиняюсь, вы знаете, по этому дисконту, значит, по этим дисконтам все будет объявлено, идет подготовка, очень интересные предложения будут, поэтому, значит, нужно быть готовыми, вот, и планировать свои инвестиции. Теперь, скорее, капитал в личном объединении ввел графу наследник, появится ли это графа в личном объединении корневой компании? Ну, это спросите у корневой компании, я думаю, что появится, потому что это как бы с ними вместе разрабатывается, эта вся логика, ну, вернее, вся вот, весь механизм тех вот правовых вопросов, значит, будущего наследования, и в случаях, когда уходит в мир иной инвестор, инвестор, там, партнер из системы капитал. Мы подняли, мы свои предложения сделали, окончательное решение и приняли, но процесс идет, поэтому это все готовится, друзья. Дальше, значит, что я вам хочу сказать, здесь, я не буду читать, вы, я надеюсь, уже прочитали, о чем здесь речь пойдет, познательная часть по акциям и криптовалюте, официальная позиция компании. Тут почему-то компания куда-то пропала, но ничего страшного, это бы понятно. Второе, процесс сертификации и кредитования, процесс монетизации и кредитования и капитализации. Это я буду объяснять, что это такое, потому что сертификация, кредитование и процесс монетизации, она связана с криптовалютой или с крипторешениями по технологии блокчейн. Третье, адресные проекты и их поиски, что следует учитывать, основные принципы, так, вот, и 2018 год еще в определенном ракурсе. Теперь, что еще по информации, которую я вам хотел дать, обратите ваше внимание, что смотрите, прошли телемосты, колоссальный столыхнулся народ по всей Европе, вот, а дальше планируется, это чтобы вы знали, какая мощная работа идет, зачем она идет, как вы думаете, для того, чтобы капитализировался проект, зачем нам нужна капитализация проекта, для того, чтобы, скажем, за теми акциями, которые мы в залог получили, стояла бы более мощная имущественная база, не только технологическая, но и имущественная. Технология это так называемая, ноу-хау, это так называемая интеллектуальная собственность, а имущество, такое имущество, которое можно руками потрогать, где можно сесть, проехать, вот, чтобы этот процесс шел, понимаете? И для этого нужны инвестиции, нужно понимание людей, и чтобы все больше и больше людей понимали, что этот проект не на один год, не на пять лет, не на период от 2014 до 2017, как об этом было сказано в начале, да? Вот, 2017-2018 переходный, вот, а это на десятки лет проект, поэтому люди должны быть, ну, как бы, подкованы, должны знать, телемосты нужны и для того, чтобы люди понимали, в каком состоянии находится сам проект. Потому что очень большой разброс и шатание этих пониманий и, скажем так, трактовок, в основном трактовок того, что мы делаем, куда мы идем, распространяются сплетни, причем это не зависит от языка. Я раньше думал, что русский язык располагает к сплетничению, выходит, что не только, а и бельгийский особенно, причем к стучанию бельгийский язык хорошо располагает, там развилась такая система стукачества в плохом смысле этого слова, понимаете? Вот, то есть, там, не буду, это не тема нашего сегодняшнего разговора, поэтому дальше, значит, были проведены телемосты, дальше будет в Африке, африканский, то есть, континентальный телемост большой, готовится, вьетнамский, мощный телемост будет, индонезийский, ну, и Франция, это ближайшие, они будут буквально вот так вот, как по серии проходить. Теперь, что еще очень важно, смотрите, у нас уже сформировался достаточно, ну, такой компетентный и нехилый, скажу так, состав топ-экспертов, топ-экспертов по структуре и экспертов, плюс к ним присоединяются, кто достиг, кто еще не достиг этих статусов, кураторы регионов. И вот для них, для всей этой команды, для всех этих представителей, будет с их, как бы, поддерживающими персонами в Праге с 17 и 18 марта будет проведен обучающий, как бы, ну, конференция, не конференция, а обучающий тур или семинар. Вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что работа, которой кто-то, вот кто из вас, я и другие люди занимаются, кто понял, врубился, въехал в это дело уже и воспринимает и включился, как собственный бизнес. Как начал уже понимать, начал уже получать определенные выгоды из этого дела, представляет, какие выгоды впереди предстоят, что такого бизнеса другого нет, понимаете? Это несравнимо ни с каким киоском, да, киоск ты что-то, ну, посуетился, поработал, нанял людей, рискнул, значит, получил деньги, да, они здесь у тебя есть, ну, пардон, в этом бизнесе тоже это возможно, понимаете? Вот, те, кто об этом рубилисте, видят и тем это очень нужно. Экофест. Об экофесте могу сказать следующее, что за 90 дней, но по всей вероятности не позже, чем в мае месяце, поэтому не делайте никаких предварительных движений, значит, просто будьте готовы, будет объявлена точно дата и условия участия, потому что в прошлом году было 5000 участников, в Белоруссии провели анализ и пришли к выводу, что, откровенно говоря, Марина Горка ограниченно может принять 5,5-6 тысяч, это максимум по всем тем критериям, которые, ну, скажем, система правил проведения этих мероприятий требует, и поэтому все не так просто. Поэтому сейчас готовятся очень интересные решения, вот, о них вы тоже услышите, как поучаствовать в экофесте. Причем следите за рекламой, уже объявлено, по-моему, если не ошибаюсь, что конкурс объявлен на посещение лидеров инвестиционного процесса, специально группы, 4 раза в год будет. Первая группа, вот, по-моему, на конец марта или на начало апреля планируется, будет группа собираться, ее, чтобы она приехала в этот, люди, которые достигли определенных критериев, выполнили их, приедут в Минск, будут досконально ознакомиться с производством, с Экотехнопарком, с КБ и так далее. Так что это тоже важный вопрос, друзья. И так далее. Теперь смотрите, будьте внимательны, это очень важно то, что я сейчас вам хочу рассказать. Кто-то скажет, о, это уже опять, скажем, схема, которую Масло неоднократно показывал. Да, смотрите, ключевой элемент или ключевое, это технология Skyway. И это практически, задается вопрос, что такое технология или что такое, вернее, инвестиционный продукт. Вот, в начале было задано, почему мы перешли с купли-продажи акций, почему мы перешли на, скажем, на залоговую систему. Дело в том, что, смотрите, технология, чтобы она жила, нужны деньги, но она, опять-таки, можно на стол положить много денег, рядом лежит технология и деньги будут сами по себе деньгами, технология будет куча бумаг сама по себе. Технология, технология продуманная, она должна ожить через что? Через проекты и через сертификацию этой оживления. То есть технология в нашем случае это транспортные средства, это транспортные структуры, это различные решения, соответствующие требованиям, которые передъявляются городскому транспорту, в нашем случае, да, вот, в любой точке мира, чтобы строить. То есть технология оживается тогда, оживает тогда, когда можно строить. Но чтобы к этому прийти, нужно ее сертифицировать, нужно экотехнопарк. Да, уже дело начинает неинтереснее становиться. На столе есть технология, на столе есть куча денег, а если ее нет, этой кучи денег? А мы поняли, что есть технология, нужно полигон или экотехнопарк сделать, где взять деньги? Для этого были выпущены акции, были выпущены акции и процесс пошел таким образом. Человек, инвестор кредитует строительство этого технопарка, в залог ему даются акции, которые он получает, он становится акционером. Такое триединство обеспечивает оживление технологий. Но с другой стороны, это было с самого начала по конец девятого этапа, можно так сказать. Начиная с десятого этапа, посмотрите, я сейчас не буду по шкале возвращаться и подниматься туда. После этого, когда у нас уже Юнибус, Юнибайк и Инотранс прошли, то есть началась интенсивная сертификация Юнибуса и Юнибайка, первый этап. Очень важным стала подготовка адресных проектов. То есть адресные проекты, их подготовка, их оживление станет второй поддерживающей структуры, вторым таким как бы упором под то, чтобы технология оживала. То есть мы включаем пилотным, пионерским, пионерным или пилотным проектом саму технологию, триединство, о котором я объяснил, и этим самым создаем основу для того, чтобы пошли адресные проекты. Вот очень важно это знать. Причем выделено для этого было, чтобы мы понимали, не 133 миллиарда, извиняюсь, акций залоговых, а первый этап был 30 миллиардов, это Евразия Нарелсков и Системс Холдинг, и второй этап это 36 миллиардов, в каждом случае минус одна акция. То есть всего 66 миллиардов, 811 миллионов, минус две акции. То есть это наш резерв. Дальше мы посмотрим, как и что расчет нам показывает. Сейчас одну минуточку, я тут посмотрю, что у нас здесь творится. Так, ну вроде все нормально. Так, здесь тоже все нормально. Какая функция миллиардов акций, не корневое их название? Значит, тут есть вопросы. Так, SkyWay, стоп. Так, 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 какая функция? Мы здесь разбираем. Какая функция миллиардов акций, не корневое их назначение? Так, давайте сейчас не разбираться здесь, Андрей. Какие там справедливости, несправедливости, я не знаю этого. Итак, капитал, я думаю, да ничего тут не грабят. Не надо это тут разводить сейчас сплетни, дорогие друзья. Таким образом, очень важно это понимать, что и сколько дается в залог. Дальше смотрим. Так, стоп. Видите, здесь у нас есть, вот они, эти 133 миллиарда прелививированных акций, которые были вложены в одну компанию. 15%, то есть, ну, скажем, их всего 33,33% от всего акционерного капитала. Часть вложена в Евразию, Норелоскописи, Синцхолдинг, и часть вложена в Холдинг-2. То есть, 18%, соответственно, и 13, и 15%. Вот они здесь, минус одна акция и минус одна акция. Вот, для строительства эко-технопарка. А почему это, я объяснил вам уже в самом начале. Поэтому, дорогие... А, вот, и вот смотрите, здесь что получается, значит, давайте уже договорим поэтапно. Десятый этап. На десятом этапе у нас трансфер или так называемых акций для под залог. Залог с дисконтом в диапазоне каком? Под инвестиции 25 миллионов долларов. Кто там спрашивал у меня, когда переход на одиннадцатый этап? Когда 25 миллионов долларов будут инвестированы в проект. Это является самым основным критерием перехода с этапа на этап. Мы уже достаточно близки к завершению, дорогие друзья. Поэтому следующий этап будет у нас. Трансфер уменьшается на миллиард. Четыреста. Четыре миллиарда, извиняюсь, акций. С дисконтом, который уменьшается там очень существенно, 35 процентов. Но инвестиции остается все равно 25 миллионов. Двенадцатый этап точно так же. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый этап. Итого. Сегодня у нас осталось меньше уже 17 миллиардов акций. Если мы это все сложим, да, вот это все сложим. То уже осталось, заканчивается десятый этап. Осталось меньше 17 миллиардов залоговых акций. Чтобы этот процесс осуществлялся под инвестиции меньше уже, чем 150 миллионов долларов. Это с десятого по пятнадцатый этап. Таким образом, если завтра, я условно говорю, если завтра реально упадут в банк, банк не на стол, в банк, значит, в Белоруссии, не важно какая сумма. Если упадет, условно говоря, 50 миллионов, мы сразу перейдем на тринадцатый этап. Упадет 25 миллионов, мы перейдем на двенадцатый этап. И так далее. Понимаете, да? Не только просто подписано что-то будет, а реально будут в банке. Потому что уже неоднократно подписывалось и начинается кутерьма с переводом, выведением, значит, денег до пользополучателя, в данном случае до ЗАО, струнной технологии, или вернее даже до Global Transport Investment, до владельца технологии. Ну, никак не провести, и все. И начинается свистопляска. Понимаете? Поэтому сегодня я, вот в моем понимании, основным критерием является то наличие инвестиций. Вот. И это от нас зависит. Поэтому, дорогие друзья, каждый из нас, кто вы меня слушаете, я здесь сижу вам рассказываю всякое. Вот. Все, кто другие мои коллеги рассказывают. Мы все являемся инвесторами этого проекта. Это наш общий бизнес. Поэтому я не устаю повторять. Сам себе это повторяю. И поэтому уже мне возраст позволяет толдычить уже всем другим, что, дорогие друзья, поднимите нос от стола или от чего там, куда вы уткнулись. Посмотрите, как вы к этому бизнесу относитесь. Ибо это сродни тому, что или я инвестирую здесь, или же я отношусь к этому. Да, пошел курить бамбук в соседнюю комнату. А вы, ребята, там работайте, делайте сертификацию, там мотайтесь по миру, а я посижу, когда акции выйдут на IPO, или там может быть кто-то какой-то ICO откроет. Я там посмотрю, что мне выгоднее сделать. А вы пошите. Я уже свое сделал. Или мне уже достаточно. Поэтому неважно, что и как. Мы немножко еще и о критериях сегодня поговорим чуть позже. Вот. Поэтому это очень важно, дорогие друзья. Стоп. Это мы потом поговорим. Вот. И таким образом вы видите, да, что здесь всего акции под проект. Скорее было сто... Ну, это я уже говорил вам. Итого, видите, тут интересный расчет получается, что если мы сложим все акции, тут есть маленький зазор. Если мы 133 миллиарда разделим четко пополам, это будет немножко больше, чем 60,5 миллиардов. Тут есть зазор, и проектировщики правильно сделали его зазор для непредвиденных обстоятельств, когда надо выдать куда-то еще какие-то залоговые акции. Понятно, да? Это значит, и почему нам надо оставить точно половину, извиняюсь, опять я тут все выскакиваю. Почему нам надо оставить половина минус одна акция здесь, половина минус одна акция здесь? Потому что на IPO, я извиняюсь, я сижу в офисе, тут что-то там испытывает, значит, извиняюсь, поэтому выводить будут свободные акции. То есть половина плюс одна акция, и здесь половина плюс одна акция от этих компаний будет выводиться на IPO. Кто-то спросит, а что с ICO? С ICO это отдельная история, сейчас не будем говорить. Ведь конечная наша задача, дорогие друзья, IPO, или акции становятся ценностью, технология оживает лишь только тогда, когда строятся адресные проекты, и это позволяет, то есть это капитализирует эти акции, то есть за ними становится имущество. А что такое имущество? Это доходы, которые получает компания GTI. Эти доходы она получает, зачем они нам нужны? Почему они нам нужны? Да потому что от этих доходов зависит доход этой и этой компании. Для этой и этой компании доход является практически прибылью за минусом небольших расходов, которые здесь будут. Эти обе компании по уставу не имеют права заниматься бизнесом, а это значит, что все, что сюда придет практически, уйдет на дивиденды. И это нам интересно, понимаете? В противном случае никаких дивидендов не будет. Поэтому IPO для нас жизненно интересно. И IPO это выведение акций, их акцептирование на открытой бирже, в открытом доступе. Это значит пожизненный и абсолютный переходящий по следующим поколениям бизнес или, скажем, пассивный доход. В виде выгоды, это так называемая увеличивающаяся растущая стоимость, выше номинальной стоимости, номинальная стоимость 1 доллар акций, естественно будет расти. И это нам интересно, и это долговременно. И естественно нам интересно, что будут поступать дивиденды. И это долговременно. Все, что касается ICO, это кратковременно. И к этому мы придем еще сегодня, несколько поговорим. Поэтому, значит, смотрите, что еще сегодня важно нам с вами, дорогие друзья. К бизнес-модели, ко второму пункту, значит, или вернее к отношению между тем, что такое процесс сертификации и кредитования, процесс монетизации и кредитования, капитализации. То есть это крипто, это обычный процесс. Смотрите, значит, что у нас здесь такое. Я уже как-то говорил, что мы начали с модели, бизнес-модели А, где 15 этапов, подготовка выходной ИО и так далее. Это предполагало и это имеет под собой бизнес-план, инвестиционный план экотехнопарка, вывод технологий в использовании. Это капитализирует те акции, залогов, которые мы имеем. Теперь, вторая модель, когда мы говорим о крипторешениях. Что такое крипторешение? Это, скажем так, взятие в использование технологии блокчейн и проведение какой-то, какой-то, я говорю пока, какой-то монетизации. То есть вывод каких-то так называемых токенов, валюты. Неважно, сегодня неизвестно, что это будет. Ну, Сибиряков приоткрывает потихонечку завесу, открытие площадки там и так далее. Который будет, но подготовить эту бизнес-модель мы еще сегодня все ее не видели, не знаем. Ну, большинство из нас. Выход на ICO надо подготовить, способствует выводу на IPO. Он, этот процесс, он будет способствовать выводу на ICO. То есть на IPO. ICO это открытый доступ, предложение в открытом доступе крипто, в данном случае криптовалюты, крипто или каких-то крипторешений. Вот, а это будет способствовать выводу на IPO, то есть на открытый доступ, предложение, открытое предложение акций. Эти процессы друг друга поддерживают. Но бизнес-модель сегодня еще окончательно не ясна. Элементы все показывают, что это так. Но это тоже требует бизнес-плана. Любого. Открывается основная площадка, бизнес-план. Иначе под что? Какие токены? Какие монеты? Как они там будут называться? Как они связаны с акциями? Все надо понимать. Вывод технологий в использовании. Поддерживает. Этот процесс будет этому поддерживать. Но кратковременно. Такими короткими рывками, как бы сказать. Естественно, будет опять-таки уже через ICO будет кредитовая капитализация. Как она будет идти? Через адресные проекты. Мы об этом говорили здесь, видите? Вот они, эти адресные проекты. Это масса адресных проектов. Адресный проект 1, 2 и N. Там миллионный или там 10-миллионный проект. Их будет очень много. Просто мы сегодня даже представить себе не можем, сколько это будет. Потому что сегодня у меня лично с моими коллегами в Таллине были две встречи с возможными пользополучателями. Не буду называть, что это такие. Это те, кто могли бы быть заинтересованы. Вы знаете, я настолько получил положительный, ну просто положительный заряд. Люди показали короткий видеоролик, показали существо самой технологии, передали наш буклет и получили просто такую, ну как бы положительную обратную связь. Они очень заинтересованы. Они говорят, да, мы сразу врубились, мы понимаем, что это может решить наши узкие места. А этими узкими местами является обработка контейнеров в мощнейшем балкийском порту. раз, и как это можно сделать, они сказали, о, мы об этом очень сильно подумаем. Вот, и это обслуживание круизных лайнеров. И это тоже адресные проекты, друзья, но их надо готовить. Вот, и правовая подготовка, правовая поддержка всего этого процесса, понимаете? Ведь, смотрите, когда-то процесс начался, в правовом плане он был не проработан до, ну, всемирного или планетарного уровня, на котором мы сейчас находимся. Поэтому были вынуждены 2015, конец 2015, мы там где-то 3 или 4 месяца над этим работали, в 2016 году это осуществить, чтобы это было в правовом поле корректно и приемлемо. Не важно, там, серая, там, белая версия, но приемлемо. Мало, чтобы это было бы не, как бы, ну, не поддавалось бы нападениям, хотя нападения могут быть естественны. И таким образом, друзья, введение криптовалюты – это отдельный бизнес, но он поддерживающий бизнес. Это токены, акции, какие акции будут вводиться, деньги, акции или и криптовалюта. Все будет в работе, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем понимать, ради чем это делать? Ради адресных проектов. А что такое адресный проект? Мы с вами только что разбирали. Адресный проект – это капитализация технологий, это наш скромный интерес, чтобы те залоговые акции, которые у нас лежат на полке в этой самой компании, в реестре компаний, чтобы их, как бы, польза от них максимально максимизировалась, постоянно прирастала. Вот где наш жизненный интерес, дорогие друзья. Поэтому через отдельный бизнес мы увязываем его с общей. Общим процессом инвестирования в проект, в оживление проекта, криптование, продажа акций. Продажа акций, она тоже возможна через это решение. Но надо продумать, как это делать. И монетизация дополнительного сервиса для пользователей сети. То есть это еще отдельная история. Мы сегодня не думали о том, как билеты, как будет осуществляться дополнительно или как привлекаться будет. Вот даже в сегодняшнем варианте появилась необходимость привлечения торговых сетей. Потому что там это поддержит вот это транспортное решение, о котором мы сегодня говорили. Пожалуйста, как мы будем финансировать? Мы будем финансировать только через ICO здесь этот проект. Понимаете? То есть кредитование и у людей может появиться возможность продажи своих акций. Но кто заинтересован? Но кто неправильно рассчитал это в самом начале? Понимаете? И это очень важно. Вот. Сертификация адреса использования ICO. То есть вот это все позволяет прийти, пройти вот эти и осуществить вот эти действия. Теперь смотрим дальше. И вот для завершения темы процесс акционирования и процесс коинизации от слова coins, монеты. Смотрите, процесс акционирования мы его начали уже давно. Тут неправильно. Этот процесс начался раньше, если посмотреть этот позже. Мы только расщупались в прошлом году, что именно технологию блокчейн можно удачно применить к нашему решению. Поэтому одно начинает поддерживать другое. Процесс коинизации, он сейчас так и рассматривается, чтобы он поддерживал процесс, который выводит нас на капитализацию и на дивиденды. Капитализацию через адресные проекты, а адресные проекты являются ресурсом для начисления через материнскую компанию GTI, Global Transport Investment, средств для расчета по дивидендам с акционерами. Понятно. Что такое процесс коинизации? Он позволит по адресным проектам привлечь колоссальные деньги. Причем это бизнес. Где бизнес? Бизнес в том, что, например, капитализация какого-то проекта предполагает, например, наличие, ну, допустим, там, 10 миллионов. Интереснее 100 миллионов. Давайте 100 миллионов. А соберется 150 миллионов. Это есть бизнес. Теперь появятся еще коины, выпущенные по этому проекту крипторешений. Они в свободном доступе. И все ломанутся туда, значит, еще их покупать. Естественно, появится прибыль от этого бизнеса. И это является средством, скажем, чтобы можно было осуществлять, привлекать следствия проекты, дополнительные средства. И это есть тоже процесс монетизации адресных проектов. Таким образом, процесс коинизации или выход на крипторешения через технологии блокчейн, это мощная поддержка процесса, которым мы уже с 2014 года занимаемся. Это очень важно для себя уяснить. Возможно ли дивиденды в 2000... Они возможны, дорогие друзья, в 2019 году, но они будут хиленькие. Поэтому Бабурин, он более резкий человек. Он говорит, ждите. Он говорит о серьезных дивидендах. И серьезные дивиденды, на мой взгляд, вот я вам скажу, это мое мнение, что я как в своем подсознании, а уже откровенно говорю, наверное, третий раз, что я рассчитываю на такие, ну, потому что у меня, пардон, смотрите, от чего это зависит, дорогой друг, кто там это, села. Смотрите, здесь у меня написано не случайно 10 миллионов. А сколько у меня акций, или у тебя, или у нее, или вот у них, понимаете? Дивиденды ведь, смотрите, со 100 тысяч, если со 100 тысяч акций, номинальной стоимостью одна акция, на одну акцию придет 10 центов. Сколько это будет? Это будет всего 1 тысяча дивидендов. Да, вроде бы тоже дивидендов. Теперь с миллиона сколько придет? 10 тысяч уже, уже интереснее, уже можно что-то даже и купить. А с 10 миллионов сколько придет? 100 тысяч придет, дорогие друзья. Понимаете? Только если на одну акцию будет 10 центов. А если будет по одному центу, извиняюсь, по одному центу. А если будет по одному, по 10 центов и так далее, и так далее. Поэтому сегодня кто-то говорит, ой, у меня уже миллион есть, мне этого достаточно. Я говорю, подумай, если у тебя ресурс есть, не трать на что-то другое. Пока есть возможность, подключайся, взвесь. Но есть другая крайность, это не значит, что сегодня надо бежать, закладывать квартиру, машину, тещу, огород и так далее. Козу, если она есть. Нет, надо действовать очень разумительно. Поэтому взвесьте, какой пакет. И когда вы меня спросили, я не случайно здесь эти вопросы поставил. Я прикинул, что самым таким нормальным пределом мог бы быть от миллиона до 10 миллионов. Каждый решает сам. Это уже достаточно серьезные результаты может дать, если мы говорим, или когда мы говорим о дивидендах. Пока не будет построено около... Ну, понимаете, Хавратов у нас большой расчетчик, бога ради, миллион километров. Ну, ага, или 100 тысяч километров. Ну, по-разному можно считать. Я разные расчеты приводил, не буду я вам их приводить. Понимаете, не стоит надеяться стоимость акции, надеяться стоимость акции 1 доллар. Ну, непонятно, на то ли Радна, разберемся. То есть, здесь очень, очень существенный момент. Поэтому решать надо, какой ваш пакет. Причем, и это же ведь еще тут, смотрите, поскольку это два параллельных процесса, поддерживающие этот процесс, поддерживающие этот процесс. Ну, естественно, этот процесс, он является исходным, главным. Он дает основу и для выстраивания здесь логики определенной. Да, поэтому они друг друга поддерживают, это естественно. Поэтому, в зависимости от того, какой у тебя сегодня портфель акций, ты можешь в последствии и здесь более эффективно участвовать. И по методу статистики или по, значит, по логике статистики, значит, 10-20% вот из этого. Если ты берешь 100 тысяч, что такое 20%? 20 тысяч. С миллиона это 200 тысяч. С 10 миллионов это уже 2 миллиона. С 2 миллионами уже можно здесь что-то делать. Понимаете? Хотя можно и с 20 тысячами, если такая возможность будет. Ведь в каждый проект есть определенные, так называемые, объемные ограничения. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы не просто сидеть и смотреть, как все рыбу ловят, а самому участвовать в этом процессе. Поэтому, дорогие друзья, принимайте решение, сколько сегодня иметь в свой портфеле. Еще раз о куинизации и о времени. Видите, 2018 год, 2019, 2020, 2021. Я рассчитываю на серьезные дивиденды здесь. Почему я здесь рассчитываю? Смотрите, сегодня у нас идет, что у нас здесь стабильно? 1 доллар, это номинальная стоимость акции. Она как была, так она будет и в 2021 году и так далее. Это номинал акции. Сегодня, значит, примерно, сегодня примерно, да, так называемая себестоимость, если так можно сказать, а так можно условно сказать, моей инвестиции или моего кредита. Я кредитовал 1 доллар, так, а получил 100 акций в залог. Это значит, что одна акция мне обошлась, условно говоря, или стоила мне моих затрат, кредитных, тот залог, который я получил, стоил 1 цент. Так, так. И это сегодня мы находимся в 2018 году. Посмотрите, какой сегодня дисконт. Средний дисконт 1 к 100. Все правильно, я ничего тут не вру. Этот дисконт начинает уменьшаться, себестоимость начинает потихонечку повышаться и так далее. К моменту, когда финиш Евразия НРС КВС 2, финиш, акций больше нет, вот оно, все, отсекло, я не знаю где-то. Это может быть в середине 2018 года, это может быть до Экофеста, это может быть после Экофеста, перед Иннотрансом 2018 в Берлине, это может быть где-то еще дальше, видите, в ноябре, в октябре, неважно где. Но с этого момента все, скажем, будет условно стоимость. То есть целью является IPO, но ICO, об ICO мы услышим все больше и больше начнутся обучения где-то в марте, то есть конец марта, может быть в марте, это Сибиряков точно скажет, да, вот. Но само ICO может быть подготовлено достаточно быстро. Это значит, что стоимость коинов, которые будут введены или так называемых монет каких-то, да, она будет более резко расти, чем так называемая ценность акций. Но по каждому коину это выросло и ушло, а это растет и растет и растет до 50 долларов, до 1000 долларов и ушло туда. Это стоимость акций после этого. Здесь уже все, здесь нету вот в этом периоде, уже у нас нету никаких. Она будет на рынке после IPO колебаться и будет уйти, потому что проекты, которые осуществляются через ICO, адресные проекты, они поддерживают этот процесс. Там проект прошел и все, проект прошел и все. Будет какая-то центральная площадка, там отдельная история. Об этом будет говорить и Суходоев, и Сибиряков, потому что там могут быть еще целый ряд решений. Об этом пока конкретно я не буду говорить. Поэтому, дорогие друзья, это схема, которая дает понимание логики, как следует к этому делу сегодня относиться. Десятый этап я уже говорил, об этом я уже говорил, это я тоже говорил. Адресные проекты. У нас еще немножко есть времени, потому что после нашего вебинара у меня сегодня будет встреча с коллегами, инвесторами и партнерами из города Краков в Польше. Через вот посредства онлайн. Адресные проекты. Выяснить, какой будет система транспорта в целом. Это независимо, где бы мы об этом не говорили. Начинать следует с решения узких проблем и мест. То есть предлагается или, скажем, с возможным партнером, польза получателя, обсуждается, где ему тесно, что ему сегодня жмет. Пускай подумает. Но для этого надо рассказать ему немножко о том, что представляет наша система. Выявить заказчика и выгодополучателя. Кто выгоду получит, кто может заказать это. Предусмотреть возможности финансирования проведения ICO. Мы это смотрим, как это можно будет здесь провести у нас в Эстонии, например, в Латвии и так далее. Решить вопрос инициации адресных проектов и заключить соответствующие соглашения. С кем? Вот с этими. И самое главное, когда принят проект, его исходные условия, заключить соглашение с GTI и ЗАО Струнную Технологию. Почему? Да потому, что они являются партнером, исполнителем по этому проекту. С одной стороны, а с другой стороны, они из них GTI, Global Transport Investment, является участником бизнеса, который мы через адресные проекты привлекаем. И, естественно, сами входим в это дело. Вот. И теперь, дорогие друзья, представление развития и реструктуризации еще раз 2015-2017. Что происходило? Происходил процесс становления инвестиционного процесса и проведения финансов проекта SkyWay. Была создана сеть, техподдержка, банковские операции, инвестиционная поддержка, мотивация, создание команд, освоение регионов. Масса дел. Еще больше предстоит сделать вот в этот период. Это укрепление инвестиционного процесса, его как бы фиксирование на новых технологиях, становление структуры обеспечения подготовки и реализации проектов транспорта. Мы об этом уже говорили, так называемое о комплексном обеспечении. То есть можно объявить, тут все можно договориться. Когда дело дойдет до строительства. Кстати, мы об этом сегодня в Таллине тоже говорили. И дело, а кто строить будет? Имеет ли он это право? Умеет ли он построить? Или мы будем потом ходить выправлять то, что он тут настроен? Понимаете? Это и есть комплексный. А есть ли персонал? А есть ли там, допустим, различные другие дела обеспечены? Надзор, лицензирование и так далее. Это все надо обеспечить. Реализация от 15 и более адресных проектов, которые сейчас подготовлены в различных фазах готовности находятся. И платформа для ICO. Центральная платформа, которая будет являться базой для проведения адресных проектных ICO. Вот что очень важно. Период, предстоящий нам 18-19-20 год. От этого, дорогие друзья, как мы с вами сработали. Это не кто-то дядя где-то. Если кто-то у меня спрашивает сегодня, что, а когда будут дивиденды? Да когда что будет? А ты что для этого сам сделал? То, что ты один раз, да, хорошо, молодец. Жди. Если ты пассивно к этому делу относишься. Если не пассивно, участвуй. Поэтому вот так оно и есть. И тут очень важно, я повторюсь. Я эту схему использовал, но я еще раз повторюсь. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Просто поболтать где-то, повякать. Конкретно что? Ответь себе хотя бы. Как ты это будешь делать? Когда и что ты сделаешь? Какой ресурс тебе для этого нужно иметь? Или какой ты имеешь ресурс? Это я себе задаю вопрос. Какой ресурс я для этого имею? Что мне для этого еще нужно? А, выяснил, вот это мне нужно. Ага. Опять, что я сделаю? Как? Когда? Вот этого не нужно. Как я этого достигну? Когда? Как? Когда? Какой ресурс я для этого имею? Вот. теперь извиняюсь что дергаются забыл сказать выключить понятно дорогие друзья и поэтому я очень прошу вас это дело учитывать ну вот похоже похоже что мы с вами суть и магику сегодня прошли так есть ли еще у нас там вопросы которые если будут вопросы пожалуйста здесь есть мой skype вопросы на мой email и у нас есть чат целевые проекты сковей если кто еще там не участвует так есть вопросы меня интересует продажа личных акций после 15 айпио канава владимир андреевич айпио это первое если к этому времени не будет какое-то принято решение что вполне вероятно через айсио тоже может быть можно будет что-то осуществлять но я я я думаю что это будет внутренняя айсио это отдельная история может быть и раньше скажите резервные акции которые будут выводиться на биржу будут торговаться а те которые залоги уже проданы нет а нет павел поймите правильно что сначала выводятся свободные акции но с этим и там когда вот компания которая будет нас выводить на айпио там будет сказано что вот дорогие друзья смотрите армия акционеров стоит они уже имеют то есть 50 процентов минус одна акция у них есть они ждут значит они готовы то есть они верят они лояльны этому проекту есть еще несколько мощных инвесторов которые тоже ждут вот мы открыли сегодня свободный доступ и 100 от 90 до 180 дней каковы требования международных бирж только на торгах участвуют акции свободном где которые свободны после этого открывается доступ всем остальным пусть нам с вами поэтому мы можем тоже на биржу тогда мы регистрируемся на бирже кто хочет торговать своими акциями прикупать или продать просто зарегистрировался перечислил свои акции ему вернули по той стоимости которая биржевая котировка этой акции на тот день есть вот он и получил свои деньги все он вышел с этими акциями и лишился таков это такой как бы условный грубо говоря процесс руслан запись будет будет руслан запись а где же крупные инвесторы крупные инвесторы сидят ждут их уже не допускают кстати проекту понимаете тут есть свои нюансы об этом мы тоже может быть еще рано ждать ну естественно ждать можно их всегда но серьезных дивидендов они зависят от того что он уже показывал где будет продемонстрирование со скоростью часа когда вы знаете не буду сейчас спекулировать когда это будет вы все услышите ведь юни лед сегодня это масковская как бы как это фишка сегодня важно городской транспорт и особенно важно а грузовой транспорт запускать вы не представляете сколько сегодня значит кто внимательно слушает и следит за тем чем приехал рот кук в минск как вы думаете задумались он приехал с тем чтобы подготовить несколько проектов доставки доставки полезных ископаемых с мест добычи к месту их обогащения или обработки в одном случае это значит место 350 километров которые сегодня используются ли как-то этот канал худо-бедно работает если решить это по технологии столе это 250 километров то есть вот где основной бизнес вот откуда окупаемость транспортных именно город пассажирских потоков она очень такая ну скажем не сам транспортный проект не является столь ну как бы мощно эффективным он эффективный естественно но на длинных участках времени его привлекательность в смысле возврата средств начнет вот опять-таки на таллиннском примере привлечение других сопутствующих проектов которые включаются тоже в этот проект я не более быстро окупаем и и тогда этим самым поднимается окупаемость целом проект понятно да логика поэтому сегодня разбивать лоб хотя это дает возможность еще отдельного то что вы виктория спрашиваете 500 и выше километров дает возможность строя построения нам линейных городов и так далее хотя линейный город можно строить и на базе городского транспорта со 150 километров скоростью такие трассы целесообразные дадут на расстоянии до 200-250 километров пожалуйста вот вам зона где можно это делать а впоследствии запустить туда и со скоростью уже 500 километров в час двигаться состав юнилитовский поэтому но этим занимаемся поэтому следи за рекламы как говорят таком случае так на наше время и стекло я вас очень дорогие друзья благодарю за внимание за терпение которое вы проявляете к чату целевые проекты галина значит вы кому-то из своих знакомых кто там есть попросите чтобы он вас подключил он может подключить так который там уже является если нет постучитесь мне на мой skype я вас подключу туда с просьбой подключите меня к чату договорились спасибо и так благодарю вас за внимание дорогие друзья до скорых встреч могу вам сказать что мы готовимся в еду ехать целью и мы туда поедем марте месяца целью именно вернее конец февраля начало марта целью продолжения значит подготовки нескольких адресных проектов и их финансирование в различных штатах уже других штатах еще других штатах так что следите за информацией будьте внимательны будьте осторожны берегите себя своих близких всем добра доброго здравия и до следующей встречи строй сковей спасай планету